Путь от маленького беззащитного человечка до настоящего изобретателя-рационализатора начинается еще со школьной скамьи. Это хорошо понимают в Брестской средней школе номер 13, где своих первых роботов собирают уже шестилетние малыши. Конечно, не без помощи взрослых, но это нисколько не умаляет желания младших школьников экспериментировать. Естественные науки, технологии, инженерное искусство и математика преподаются в формате STEM-центра увлекательно и интересно. Наш STEM-центр работает на базе нашей школы уже год. Пользуется он колоссальной популярностью. На данный момент набрано 5 групп по 12 человек. Дети ходят с большим энтузиазмом, никогда занятия не пропускают, стараются, точнее, не пропускать их. Всегда какие-то новые эмоции, новые достижения они все-таки пытаются получить на этих занятиях. Партнерский социальный проект учреждения образования, представители Ассоциации образования для будущего и общество с ограниченной ответственностью Work Fusion Systems получился достаточно многопрофильным, хотя его целевая аудитория лишь ребята от 6 до 12 лет. Буквально недавно школа стала призером еще одного конкурса. Полученные средства будут использованы для улучшения базы центра. Стараемся не стоять на месте, а развиваться. И по итогу мы выиграли этот проект, и нам перечислено уже 150 тысяч российских рублей на закупку нового оборудования, а именно наборов Lego Mindstorms EV3, которые помогут нам развивать навыки наших детей, а также участвовать уже в более серьезных конкурсах. Самые творческие и активные ребята со временем приходят в Академию молодежных инициатив. Здесь молодые люди имеют все шансы раскрыть свой потенциал и предложить то, что может быть интересно городу и горожанам. Так произошло и в жизни Дарьи Шубича и Ольги Ботовой. Девушки активно участницы творческого конкурса «Стоидель для Беларуси». Ольга предлагает проект нового вида строительного материала с использованием сена, более теплоемко и менее затратно. Это вообще использование соломы как наполнителя и использование древесины при отделке стен. Это позволяет сократить расходы на строительные материалы. Выходит довольно-таки дешево. В нашей стране вообще отходов сельскохозяйственного производства достаточно. Кстати, проект уже опробирован в Каменецком районе. Дом построен в достаточно сжатые сроки, а затраты на возведение коробки меньше налогичных в несколько раз. Дарья же развивает проект полезного питания и верит, что такую идею могут поддержать наши предприятия. Такие, например, как Савушкин продукт. «ФФФ» работает днем и ночью с огромной пропускной способностью. Наличие персонала как такового не надо, потому что его только нужно обслуживать, но это все будет зависеть от продаж. В идеале он должен быть на пути следования большого количества людей утром на работу или, допустим, рядом с такими офисными зданиями и все остальное. С днем будет полезное питание в плане наполнения белками, жарами и углеводами, то есть сбалансированное, что будет придавать активность человеку на заряду бодрости на целый день. Автоматы такого формата были бы как раз, кстати, для тех, кто следит за своим здоровьем и фигурой, но не всегда успевает приготовить себе что-то с утра полезное. И это только малая часть того, что предлагают юные изобретатели-рационализаторы обществу. Ежегодно более 500 тысяч подростков врываются в мир технологий со своими изобретениями, которые рушат стереотипы и создают новую реальность. А нам, взрослым, остается лишь порадоваться за то, что у нас растет такая достойная смена.